Руслан Тавитов с пути не свернуть, на вершину подняться Руслан Тавитов с пути не свернуть, на вершину подняться В Северокавказском Суворовском военном училище убеждены в скором достижении стратегических целей Среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны России Северокавказская СВУ отличается удивительной историей и непростой судьбой Оно находится в столице Республики Северная Осетия и Алания, городе воинской славы Владикавказе, что дает возможность воспитывать суворовцев в духе патриотизма и верности традициям Географическое расположение вблизи главного Кавказского хребта позволяет организовать образовательный процесс так, что мальчишки с первых лет обучения привыкают к физическим нагрузкам, связанным с преодолением сложных препятствий Это положительно сказывается на становлении личностей будущих офицеров О нюансах обучения, планах на будущее, достижениях и жизни училища Красной Звезде рассказал начальник Северокавказского СВУ полковник запаса Руслан Тавитов Руслан Сергеевич, расскажите о специфике вашего училища В чем особенности Северокавказского СВУ? Наше училище единственное в системе довузовских образовательных организаций Минобороны, которая наименована по названию региона, а не города о дислокации Это уникальный случай Несмотря на возвращение под крыло военного ведомства всего пять лет назад, училище имеет богатейшую историю, которой мы по-настоящему гордимся С 1902 года по указу императора Николая Ти во Владикавказе был создан кадетский корпус Во время Гражданской войны его передислоцировали в Крым, а затем в Югославию, где он и был расформирован спустя десять лет В оставшем создании функционировали пулеметные курсы, пехотное училище, которое в годы Великой Отечественной войны в полном составе было на фронт В 1943 году руководство страны приняло решение о создании девяти суворовских военных училищ на освобожденных от немецко-фашистских захватчиков территориях Среди них оказалось и наше Первоначально оно должно было дислоцироваться в Краснодаре, о чем говорило полученное название Краснодарское Суворовское военное училище Но из-за отсутствия подходящего комплекса здание временно размещалось в Майкопе А уже в 1947 году переехала в столицу Северной Осетии и обосновалась в зданиях Владикавказского кадетского корпуса До 1968 года училище несколько раз меняло название, и в конечном итоге на его базе было создано общевойсковое командное училище Которое я считаю родным, так как сам его окончил в 1977 году В 2000 году Суворовское училище было возрождено в нынешнем комплексе зданий С этого времени и пошел осчет новой истории учебного заведения В 2011 году его изведения о Министерстве обороны передали Республике Северная Осетия и Алания как Владикавказский кадетский корпус В 2014 году по решению министра обороны генерала армии Сергея Шойгуану вновь стало Северокавказским Суворовским военным училищем Богатая и непростая история Согласен Училище неоднократно подвергалось различным реорганизациям Оно одно из самых многострадальных в России И если большинство созданных с 1943 года Суворовских училищ планомерно развивалось, то нам несколько раз приходилось все начинать сначала За минувшие пять лет даже преподавательский состав обновился на 90% По плану, утвержденному министром обороны, обучение на новой территории должно начаться 1 сентября 2021 года, наверняка есть и другие особенности Могу с большой гордостью сказать, что в стенах нашего училища обучаются представители 17 национальностей из 19 субъектов Российской Федерации Ни в одном из учебных заведений подобного типа, даже при наличии полного штата в 560 или 840 человек, нет такого многонационального состава А ведь наша штатная численность составляет всего 238 человек, на сегодняшний день в училище обучаются 226 ребят Представляете, какое это богатое многообразие культур Мы гордимся тем, что наши суворовцы во время общения взаимно обогащаются, знакомясь с культурой, традициями, историей многих и многих национальностей Без ложной скромности скажу, что, выезжая на различные соревнования, конкурсы, спартакяды или фестивали, суворовцы достойно представляют наши училища и регион как хорошо воспитанные молодые люди Также отмечу, что в системе дополнительного образования мы успешно реализуем программу начальной альпинистской подготовки У нас есть для этого уникальная географическая возможность Большой Кавказский хребет Исходя из возрастных возможностей ребят, до подножия подходящей горы мы можем привезти их на автобусах, откуда начинающие альпинисты уже совершают восхождение Конечно, это практикуется только в хорошую погоду Наши воспитанники успешно участвуют в городских и региональных соревнованиях по альпинизму и скалолазанию Как оценить результаты предыдущих пяти лет? Каких рубежей удалось достичь училищу после возрождения? За пять лет нам удалось добиться стабильно положительной динамики во всех сферах образовательного процесса В течение двух лет отсутствия под крылом Министерства обороны в училище, к сожалению, изменились условия материального обеспечения и финансирования А в это время наши коллеги в довузовских образовательных учреждениях военного ведомства получили в свое распоряжение новую учебно-материальную базу Строились новые, оснащенные в соответствии с самыми последними требованиями нового образовательного стандарта училища Мы же вынуждены были в каком-то смысле оставаться на месте Хотя я прилагал все усилия, чтобы быть в курсе новейших достижений, интересовался новыми программами обучения, выезжал на сборы руководителей довузовских учебных заведений Мы стремились впитывать все лучшее из актуальных разработок и методических рекомендаций, но у нас не было таких широких возможностей, как у наших коллег Пять лет назад мы находились на последних позициях в рейтингах по отдельным показателям, но сегодня мы уверенно заявляем о себе Несмотря на то, что наше училище в 2-3 раза меньше других подобных учреждений, мы выставляем такое же количество участников на Олимпиады, конкурсы, соревнования, как и остальные довузовские образовательные организации Министерства обороны Бывает, что один суворовец выступает в соревнованиях по двум или даже трем видам спорта, состязается в знаниях на Олимпиадах по нескольким предметам Естественно, в этом плане нам сложнее Но мы ни в коем случае не жалуемся У нас есть победители Олимпиад и конкурсов всероссийского уровня, например по физике Есть и выпускники, окончившие училище с золотой медалью С 2014 года есть заметные сдвиги По некоторым показателям мы уже входим в пятерку лучших, по другим в десятку Для нас это большой прорыв Замечу, что на региональном уровне наши ребята всегда выступают здорово, не уступая лидирующих позиций На хорошем уровне у нас подготовка по таким видам спорта, как самбо и армейский рукопашный бой Легкая атлетика, хотя училище пока не располагает всеми необходимыми спортивными объектами Стадион, спортивным городок с гимнастическими снарядами, площадки для игровых видов спорта, полоса препятствий, бассейн, ледовый каток Но ведь у вас есть свои особенности и отличия от других в учебно-материальной базе Например, скалодром Скалодром у нас сохранился с тех времен, когда мы были кадетским корпусом И ввиду существующей альпинистской специфики он функционирует по сей день в рамках дополнительного образования Пока похвастаться особенными объектами учебно-материальной базы мы не можем Но в будущем, надеюсь, будет и что-то исключительное В свете сказанного, насколько вы удовлетворены уровнем оснащенности училища инвентарем, различным оборудованием, программным обеспечением Комплекс зданий училищ возведен в 1927-1928 годах В связи с чем возникает ряд сложностей, от которых никуда не уйти Коллектив учебного заведения, все службы работают слаженно, мы поддерживаем на должном уровне то, что имеем Нет предела совершенству, я не могу быть удовлетворен имеющимся оснащением Тем более, когда вижу, что сегодня есть в других училищах Не буду спокоен до тех пор, пока и у нас не появятся базы такого же уровня, в том числе бытовые условия Тем не менее, имеющиеся оборудование мы используем максимально Устраивает ли вас уровень преподавательского состава училища, качество образования ваших воспитанников? Я уже говорил об обновлении преподавательского состава Оно произошло из-за повышения требований в сравнении с теми, что были раньше Не скрою, мы испытываем некоторые трудности при подборе кадров Потому что республика у нас маленькая, да и профессия педагога среди молодежи не так востребована, как было ранее Тем не менее, мы постоянно ведем кропотливую работу по подбору преподавателей, в том числе молодых специалистов С этой целью регулярно выезжаем в вузы, принимаем студентов на практику, во время которой пристально наблюдаем за их работой Педагоги к нам приходят с большим желанием, потому что учебно-воспитательный процесс в училище налажен намного лучше, чем в других учебных заведениях региона У нас работать интересно, разносторонняя исследовательская деятельность, дисциплина, распорядок дня, дружный коллектив – это важный аспект жизни училища Но отмечу, что работать здесь нелегко, трудиться нужно на совесть У нас преподают шесть кандидатов наук, специалисты со стажем более 15 лет Отдающих все силы своему делу педагогов немало Есть в училище методист учебного отдела Екатерина Ивановна Озернова Это уникальный человек с выдающимися способностями и просто невероятной памятью Когда я поступал в военное училище, она у меня принимала экзамен по физике Кто бы мог подумать, что спустя столько лет она будет работать в моем подчинении Она передает коллегам свой богатейший опыт, у нее неиссякаемая энергия По плану, утвержденному министром обороны, обучение на новой территории должно начаться 1 сентября 2021 года Как взаимодействуют ребята и преподаватели с военными и гражданскими организациями города и региона Мы активно сотрудничаем с Министерством образования и науки, Министерством культуры Северной Осетии, с ветеранскими организациями Постоянно участвуем в мероприятиях военно-патриотической, культурной, творческой направленности и обретаем новые тесные дружеские связи Что касается военной составляющей, то у нас есть уникальная возможность Ведь здесь дислоцируются штаб и воинские части одного из самых мощных объединений вооруженных сил России 58-й общевойсковой армии Недавно наши воспитанники присутствовали на этапе боевой стрельбы в ходе проведения батальонных тактических учений 19-й отдельной мотострелковой бригады Суворовцы всегда посещают бригаду в дни открытых дверей, знакомятся с техникой, оснащением, тем самым мы прививаем им любовь к вооружению и технике Также мы имеем возможность на базе бригады проводить с ребятами занятия в полевых условиях по тактической подготовке, военной топографии, РХБ защите, выполнять учебные стрельбы из боевого оружия Сейчас мы совместно готовимся к параду победы 9 мая Некоторое время назад на территории республики открылся первый в вооруженных силах учебный центр военной полиции И сейчас по инициативе начальника главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенанта Владимира Ивановского ведутся переговоры о том, чтобы учебный центр взял шефство над нашим училищем Ежегодно проводятся кадетские игры, которые в этом году приобрели международный статус Сейчас мы тренируем ребят на полосе препятствий в 58-й армии и подразделениях Росгвардии Это тоже уникальные возможности для взаимодействия при полном понимании наших потребностей Все это помогает прививать суворовцам желание связать свою жизнь с военной службой, о чем говорят и цифры Более 90% выпускников поступают в военные вузы Мы приглашаем на беседы с суворовцами офицеров, имеющих боевой опыт, к нам приходят герои СССР и России Какое внимание училище уделяет командование Южного военного округа? Училище подчиняется непосредственно командующему войсками Южного военного округа Герою Российской Федерации генерал-полковнику Александру Дворникову При посещении воинских частей Владикавказского гарнизона командующий всегда находит время для встречи со мной и суворовцами Он глубоко вникает в наши проблемы и оказывает практическую помощь в их решении Ежегодно 1 сентября командующий приезжает к нам в училище на торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний Лично поздравляет суворовцев, и мы видим его искреннюю радость и гордость за наших ребят Кстати, Александр Владимирович Суворовец, он окончил Уссурийское СВУ, с которым наша Северо-Кавказская СВУ является побратимом Нет сомнений, что желающих поступить в училище немало Близится набор 2019 года Как к нему готовитесь? Готовимся так же, как и все, в соответствии с требованиями руководящих документов Но мне, как руководителю учебного заведения, отрадно видеть, что с каждым годом к нам приходят все более подготовленные мальчишки Бытовавшее некогда мнение, что в армии нужны крепкие и выносливые бойцы, пусть даже троечники, сегодня не актуально Сознание и психология людей изменились, дети и родители прекрасно понимают, что сейчас для поступления в Суворовское училище недостаточно лишь физических данных Так что к вступительным испытаниям при поступлении в Северо-Кавказское Суворовское военное училище школьники серьезно готовятся В этом году на День открытых дверей к нам пришло рекордное количество посетителей, а наш набор составляет всего 34 человека По моим подсчетам, из число четверо-классников у нас побывало столько ребят, что конкурс в 2019 году может достигнуть 7 человек на место Радует, что и отношения родителей из года в год тоже меняются Авторитет всех довузовских учебных заведений военного ведомства растет Здесь дети ограждены от негативного влияния улицы, постоянно заняты учебой и полезными делами, обеспечены всем необходимым Напомню, что Министерство обороны предоставляет суворовцам 15 комплектов формы и одежды и 5-разовое питание Что может быть лучше для любого родителя, когда его ребенок получает достойное образование, всестороннее развитие, имеет должную мотивацию на получение будущей военной профессии Во Владикавказе суворовцев любят В прошлом году из 36 выпускников двое окончили училище с золотой медалью, 20 человек на «Хорошо и отлично», 10 стали кандидатами в мастера спорта Это результат работы всего нашего дружного и сплоченного коллектива Вы уже упоминали о перспективах совершенствования учебно-материальной базы Не секрет, что в будущем училище должно быть построено на новом месте Ждете этого момента? Без преувеличения, мы этим живем Глава Республики Северная Осетия Алания Вячеслав Зелимханович Бетаров уже выделил место под строительство 16 гектаров в живописном и экологически чистом районе, в северо-западной части города Владикавказа На данный момент министром обороны России утверждена дорожная карта строительства Ждем, что уже в ближайшее время начнутся проектно-изыскательские работы, а затем возведение комплекса зданий и их ввод в эксплуатацию По плану, утвержденному генералом армии Сергеем Шойгу, обучение на новой территории должно начаться 1 сентября 2021 года Проект училища разработали в Санкт-Петербурге Его авторы учли в архитектуре и оформлении особенностей нашего региона Уверен, новое училище станет настоящей гордостью для Республики и всего нашего Кавказского региона Мы с нетерпением ждем осуществления заветной мечты Развернемся до полного штата в 560 человек, получим передовое оснащение и самое современное оборудование В новых реалиях мы видим перспективу успешной организации образовательного процесса, реализации учебно-воспитательных программ и выхода на лидирующие позиции среди учреждений нашего типа в минутах обороны Сумеете осилить набор уже 80 человек? Однозначно, я в этом не просто уверен, готов ответственно заявить, что этой проблемы у нас не возникнет Пока мы не хотим создавать ажиотаж Но информация о будущем строительстве прошла в СМИ, поэтому на дне открытых дверей не было отбоя от желающих подробно узнать о поступлении Сейчас по договоренности между двумя государствами в нашем училище есть квота для ребят из Южной Осетии Не исключено, что в будущем у нас смогут учиться дети из других государств В таком случае увеличится штат сотрудников, в том числе преподавателей Найдете, кем восполнить вакансии Мы разрабатываем перспективный план кадровой работы Хотим сделать ставку на молодых специалистов, которые будут расти и совершенствоваться под наставничеством опытных педагогов Не сомневаюсь, что и этот вопрос мы успешно решим Если человек хочет работать, желает созидать, а коллектив к решению проблем и выполнению задач подходит творчески, то все будет под силу У меня нет опасений по этому поводу Я очень хочу, чтобы наши суворовцы вошли на территорию нового училища, ощутили всю его мощь, увидели красоту, почувствовали себя его неотъемлемой частью И это станет залогом верности выбранного ими пути, успешности подъема на все их жизненные вершины Владикавказ Андрей Дуденко, Красная Звезда Фото из архива СКСВУ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова